Пример из Афанасия Фета. Причем, чисто говоря, пример достаточно простой. Свет небес высоких и блестящий снег и саней далеких пазенокий век. Давайте рассуждать, на что это похоже. Первое, что мы делаем, мы определяем ударные результаты. Правда? Давайте. Свет небес высоких. Это хари. Ура! Требстопный хари. Скорее всему. Нам крупно повезло, что в первой же строчке появился требстопный хари. Давайте проверим, так ли это дальше. Да. Двестопный хари. Вот двуступный хари. Не забудьте, что такое стопа. Все-таки сочетание ударов и результатов. Годится ли это для, скажем, двуступного хари. Для четырехступного хари. Давайте проверим. Он разнословит. Значит, пока что получилось. Раз, стопа. Правда? Два. Три. Будет все хорошо. Он же застолкнул. И три, два. А ты уверен, что здесь два? Что здесь две стопы? Заметьте, в стихе что-то должно повторяться. А может быть так, чтобы стопа была буквально написана? Тебя смущает конец, да? Строчки, каждый. Пусть не смущает. Пусть не смущает. Я думаю, что второй строчке все-таки двуступный хари. Во-первых, это два бездарных. И затем данные бездарные. Смотри, двуступный хари. Это все-таки четыре ствола. Правда? Да. А у нас сколько? Пять. А значит, что-то не так. Трех стоп, а там больше. Трех стоп, а почему? Потому что последняя стопа считается, потому что у нее тоже падает ударение. Ну, то есть последнюю мы, конечно, считаем. Она нормальная, полноценная стопа хари. Отлично. Тогда. Раз, два, считаю с конца. Три. И три. Ну что случилось на первой или на третьей с конца? Заменился на вариант. У замедлился на свой вариант. Что получилось дальше? То же самое. Именно так. Три. За. Недалеких. Одинокий. Бег. Итак, все-таки. Переминали. Трех стоп. Дальше. Правда? Так, все ли это видят сейчас? Начало стихотворения. Кто это помнит? Это маленькое стихотворение всего из восьми строчек. Многие из вас выучили. В классе в третьем и в четвертом. Тогда опять-таки я не поленюсь, я напишу это начало. А вы его вслед за мной запишите себе. Имейте в виду, что это вторая страфа. А здесь будет страфа первая. Отчетная. Вспоминаете? Чудная корцы. Как ты мне равна. Отлично. Как? Как ты мне равна. Как ты мне равна. Белая. Белая равнина. Белая равнина. Молодцы. Луна какая-то там. Отлично. Какая-то луна. Предложите. Какая? Самое простое. Круглое. Круглое. Желтое. Белое. Светлое. Белое. Белое. Поэтому, кстати, стихия вечная. Заметьте. У фета она полная, конечно. Да? У фета она полная. Белая равнина. Полная луна. Давайте проверим наше предположение по поводу того, что это преустопные коррекции. Здесь он выглядит вот так. Ну все, уже видно, что это все работает. Да. Видно. Видно. А здесь он как вылезет? А как ты равна. Ну давайте я ударю Е поставлю. Как ты был не Е опять ударил. Е. Ра. На. Кожа. А да, это тоже хорейка. Кожа хорейка. Замечательно. И дальше две одинаково построенные строчки. Белая равнина. Полная луна. Видите, мы даем все одно, что мы будем начинать читать. А почему во второй строчке нельзя на «ты» поставить неудаление от одного? Давай я поставлю пунктиру от удаления. Как ты мне. Да? Но мы пока не знали. Как у вас есть? Почему это все равно все хорей? А не что мы говорим? Потому что больше всего хорей. Так, больше всего хорей. Согласно. Еще почему? Ну а там сразу видно, что там изменение. Тут яма вообще нет. То есть у нас полно вариантов. Да? Ну и вариантов ямы тут нет. Ямы тут точно нет. И быть не может. Один хорей. Нет, у нас хорейка похож на ямы даже нет. Прекрасно. Другое дело, что хорей, конечно, использует разные формы того же самого трехстопного ямы. И понятно, почему? Хорейка. Хорейка. Потому что далеко не все влезает в трехстопный хорей. Скажем, замечательная картина. Влезло бы теперь сухой хорей? Нет. Или удивительная картина? Нет. Прекрасно. Или хорошо. И сносная картина? Прекрасная картина. Влезло бы. Прекрасная картина? Нет. Сносная картина. Белая размина. Хорошо. А если бы здесь была прекрасная картина? Тогда тоже уже другой. А можно красная? Да, уже почувствуйте. было совсем все по-другому Прекрасная картина Правда? Сравните, чудная картина Прекрасная картина это будет ям А, ям И тогда нужно будет там написать О, как ты мне родна? То есть для того, чтобы допростить нас Но ясно, что превратить картина в ям В общем-то очень просто Скажем, мы добавляем сюда только один слой Хорошо, поскай будет пречудная картина О, как ты мне родна! Вот белая картина И голая картина А свет небес высоких Предложите дальше А и блестящий снег А свет небес высоких А свет небес высоких И блестящий снег почему? Да и блестящий снег Да и блестящий снег Замечательно А можно вот перед И, а потом задать Можно Пожалуйста Только один слой Да А дальше можно И Там И 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 Интересно выстроить именно так стихотворение, ну подумай, почему это первая астрофа, а не наоборот. Ну тут про прощение. Ну про прощение идёт наше слово. Ты не могу обратиться в конце? Начать с некоторого обращения, ну пожалуй, да? Давайте немножечко сейчас отвлечёмся от того какого-то размера, это не так уж и важно. И посмотрим на то, как лирический герой смотрит на всё происходящее. Где вообще лирический герой? Он тут есть? Есть слово «я»? Нет, тут есть «мне». Тут есть «мне». А значит, тут есть «я». Правда? Безусловно. Открываю секрет. Даже если нет слова «я» в любой форме, лирический герой в стихотворении есть всегда. Почему? Поговорим попозже. Да? А вот представьте себе. Герой сидит или стоит у окна. В какое время суток? Ночью. В какое время года? Понятно. В каком? В рынке? В линейке. Похожу. В тихону. В герой. Видит перед собою, вдали, равнивок, вверху луну. Дальше взгляд его всё там же задержался наверху. Свет небес высоких. Дальше упал вниз. Блестящий снег. И даже снова вперед. Где-то там, в этой необозримой равнине, одинокая точка саней. Почему бег одинокий? Это ведь странно. Мы так по-русски сказать не можем вроде бы. Если бы вы написали в сочинении, то была явная речевая ошибка. Одинокий бег. А фиту можно. Не потому что он фит, а потому что он стихий. В художественной литературе вообще можно всё. Заметьте, всё. Вы даже не представляете, сколько там можно. Сани шипят к нас одними. Сами? Сами по себе сани поработали. Это как лучше. Лучшее дело. Лучшее дело. Никого я там нет. Ну, скорее всего, кого-то эти сани всё-таки везут, да? Ну, может быть, они... Человек их сани, а там нет. Ну, может быть, просто вот, когда ночью уже мало народу, и не будет, а споздав от вузных, и есть уже прямой одинокий. Возможно. Человек тоже одинокий, который сидит на этих санях. Человек одинокий, который может быть сидит на этих санях и такой же одинокий человек, который на него сможет сохранить. Устанавливается там параллелизм, да? Межумизм. Вот я здесь, а он где-то там. Неважно, кто это он. Это не обязательно он. Это некий один предмет вот там. И получается, что стихи не только повествуют нам о прекрасной картине русской земной ночи. Наверное, ещё о чём-то.